Всем привет, в этой серии мы будем работать с синематикой, а именно с таймлайнами. Научимся анимировать камеры, делать плавные переходы между ними, и подкрепим свои навыки в работе с синемашин. Поехали. Ну и сейчас мы будем заниматься синематикой. И ресетаем ей позиции. У меня тут есть фоу-камера, приоритет я ей ставлю в сотку. Приоритет у нас будет нужен для переключения между камерами. Ну и давайте сейчас я врагов расставлю по-разному. К примеру, вот этого куда-нибудь сюда, если у него пути нет. У него патрульного пути нет, но надо его значит добавить. То есть мне нужно как минимум 3 патруль пафа. Где-нибудь здесь, здесь и здесь. И сюда вот этого вот врага. Патруль паф чуть-чуть подвину и назначу сейчас. Тут патруль паф второй, тут патруль паф третий, первый. Ага. И это иномик какой? Это враг второй, и ему патрульный путь первый. Нам понадобится еще одна виртуальная камера. У меня есть одна виртуальная камера для того, чтобы она сведела за игроком. Теперь еще одна. Вот так вот мы ее создаем. Пускай будет какая-нибудь ревью камера 1. Так, я ее вставлю где-то рядом с игроком тогда. Ну и статус у нее теперь в эфире, то есть лайв. Она будет смотреть у нас на вот этого вот врага сначала. То есть на Enemy 4. Поэтому давайте укажем Look at Enemy 4. Ну и смотрите, что будет, если мы нажмем Play. Так, мы нажали Play, у нас камера как бы смотрит просто на игрока. Просто стоит на месте. А сейчас нажмем Соло. Теперь она будет смотреть за врагом. Только надо уменьшить ей это расстояние. И будет хорошечно. У меня тут два врага ходят, поэтому не обращайте внимания, что они вот такие вот. Итак, как я и говорил, эту камеру мы сейчас приблизим. Не знаю на сколько, но пускай на столько. Опять нажимаем Соло. Ну и в принципе, ну в принципе сойдет, я так думаю. Дальше создадим еще одну virtual камеру. Ты будешь у нас ревью, камера 2. Если ты смотришь на Enemy 4, то ты будешь смотреть, наверное, на Enemy 2, да? У Enemy 2 ведь есть патруль паф. У Enemy 2 есть патруль паф. Значит, Enemy 2 сюда. Будешь смотреть на Enemy 2. И вот ты, который в воздухе тут летаешь, тебе тоже нужна virtual камера. Поэтому да, давайте просто продублируем, в принципе. Можем себе это позволить. Просто тут Enemy 1 будет, да и все. И можно передвинуть, в принципе, эти камеры поближе куда-нибудь вот сюда вот. Тебя просто пониже, в принципе, можно опустить. И вот так вот. Сейчас просто нажмем Соло. И вот так вот отредактируем сразу же. Ага. Теперь его камера 3. Ты где-то непонятно где. Сейчас исправим. Ага. Вышла за пределы. Ну пускай как-нибудь так. Хотя нет, я хочу, чтобы Скайбокс был виден. Поэтому вот так вот сделай. Не зря, что я его настраивал. Ну и теперь в Cinematic с вас закидываем все. Для врагов я тоже пустой объект создам. И их пути. Тут вот сами враги. Врагов 4, а путей 3. Это хреново. Ну а теперь заходим в Windows, Sequencing и Timeline. Я его перекину вот сюда вот. Ну и давайте теперь опять в синематику зайдем. Тут будет Sequence с интро. Ну и давайте поехали создавать таймлайн. Точнее, синематику нашу. Как-то так назову. Только знаете, что я сделал? Я не там создал это все. Я не на интро-секвенс вообще сделал. Дубль 2. Ну и давайте разбираться, как тут анимации делать. У нас тут есть полосочка. Сама таймлиния. Протяженностью. Ну, до множества кадров, в общем-то. При помощи контрола мы отдаляемся и приближаемся. И тут мы можем давать трек-группу. Активационный трек. Анимационный трек, аудио трек, контрольный, играющий и сигнальный. Но нам нужен именно синемашин трек. Ну и смотрите, тут есть сразу же плейбл директор. И нам нужен еще аниматор. Потому что сейчас мы будем все анимировать, понятное дело. Будем анимировать переключение между камерами для начала. И этот аниматор нужно перекинуть вот сюда. Перекинуть его для того, чтобы мы всту ставили ключевые точки во время записи. Ну и давайте закинем первую ревью камеру. И нам нужно выбрать крик синемашин трек. Нам не нужен контрол трек. Потому что мы сейчас используем синемашин. Ну и дальше, что нам нужно сделать, так это выбрать камеру. Ну и камеру мы выбираем, естественно, главную. То есть нашего персонажа. И вообще можно ее как-нибудь подвинуть. Потому что мне кажется, она слишком далеко находится от персонажа. Вот тут мы заходим в холл камера и камера дистан. Уменьшим чуть-чуть, чтобы хотя бы вот так вот было, я так думаю, сойдет. Или до 12. Давайте все перетянуем до начала таймлайна на нулевой кадр. Ну мне кажется, 120 кадров будет достаточно. Это будет 2 секунды. Дальше закидываем в ревью камеру 2. Ну и также уменьшаем до 240 получается. Если что, то вы тут в принципе можете менять значение, если вам тут неудобно. В криптайминге в принципе все тут указано. И давайте третий еще. Также смотрите, мы можем сделать так, чтобы они все сливались. И таким образом у нас будет вот такой вот переход. Но вам этого не надо, поэтому пускай они просто привяжутся. Также не забывайте нажимать Ctrl S, если у вас выскочит вот такая вот звездочка. Ну и смотрите, что сейчас происходит. Мы вот так вот будем листать, листать. И вот такой вот резкий переход будет происходить между камерами. Ну и нам нужно что-то плавное на самом-то деле. Поэтому пускай все-таки будет поплавнее все. Вот, к примеру, вот так вот. И теперь, нажав на пробел, мы можем переключаться. Ну а теперь нам понадобится новая камера. Это доли камера с треком. Вот это вот. И сейчас переведу, в общем-то, это все. Если зайдем в переводчик, то это у нас будет тележечная дорожка. Ну а диплом привод, это как кукольный трек. При помощи доли трека мы можем настраивать скорость камеры. Можем настраивать ей путь. Ширину этого пути. Делать все зацикленным. И также можем вставить тут лейпоинты. Ну то есть, в принципе, Яндекс.Переводчик неплохо так справился. И будет эффект такой железнодорожной тережки. Ну, вагона или тережки. Ну и так, смотрите. У нас тут есть два лейпоинта, получается. И мы их видим, как бы. Вот нулевой лейпоинт, вот первый, получается. Если я не ошибаюсь. Нет, это первый лейпоинт, походу, дело. Ладно, не суть. Ладно, давайте просто этот лейпоинт делаем повыше. Ну и давайте еще один сливаем. И мы можем вот так вот все скребить. Видите, какая кривая получается. То есть, мы можем вообще сделать какие-нибудь карусели тут из этого всего. Ну, как я и говорил, будет такой эффект тережки, которая едет по рельсам. Ну и так же мы можем увеличить. Ну и давайте я увеличил камеру, переимену на доли камера. Ну и в баде у нас вот что находится. Позиция пути, сам путь. И давайте тут укажем позицию, к примеру, 1. Таким образом, у нас эта камера окажется в центре пути. Так же мы можем указать позицию юнитов. Нормализировать ее или просто поставить дистанцию. Если я поставлю дистанцию, то у меня камера перейдет вот сюда вот. Ну и давайте посмотрим, что будет, если мы будем менять ей позицию. Она будет прямо перемещаться по рельсам. А если бы мы выбрали ПАВ Юнит, то она бы перемещалась вот так вот инкрементно. То есть, на определенный шаг. А если мы все нормализируем, то то же самое. Поэтому убираем дистанцию. И ставим позицию, ну, в 0.5, к примеру. Давайте нажмем соло. Она будет меняться вот так вот. На самом-то деле красивенько. Ну давайте все-таки посмотрим, как это выглядит, например, с ПАВ Юнит. Ну, это выглядит, на самом-то деле, более резко. А если мы нормализируем, то это должно быть более плавно. Ну, что-то есть, да. Только она ни за кем не смотрит. Поэтому давайте выберем кого-нибудь все-таки. Мы должны выбрать... Ну, давайте выберем вот этого вот врага. Это у нас враг 4. Значит, мы его и выбираем, и закидываем вдоль камеру. Ну, теперь позиция будет меняться относительно этого врага, на который смотрит камера. Ну, и, кстати говоря, позицию вы можете посмотреть как раз-таки у вейпоинтов. Тут позиции, получается, отсчитываются от всего мирового пространства сцены. Ну, давайте теперь в интро-секвенцию закинем вдоль камеру. Но, если мы сейчас нажмем Space, то у нас не анимируется путь. Чтобы нам его санимировать, нам нужно закинуть вдоль камеру вот сюда вот. То есть, можно сказать, импортировать ее в таймлайн. Ну, и раз это анимация, то мы добавляем именно Animation Track. Также мы можем нажать на плюсик и добавить Animation Track. И сюда закинуть вдоль камеру как раз-таки. То есть, тут два способа. Ну, я это просто удалю. Будем, получается, анимировать камеру от нуля, наверное, до двух. Даже можно до, ты не знаю, до двадцати пяти. От нуля до двадцати пяти. Вполне себе неплохо. Заходим в интро-секвенцию. Выбираем вдоль камеру. Нажимаем на запись. И, смотрите, теперь мы заходим вдоль камеру. Меняем позицию, к примеру, сначала на единицу. А вот в конце уже нашего таймлайна будет позиция 25. Ну, и таким образом у нас уже имеются ключи. Ну, и давайте закончим запись. Позиция уже есть. Ну, и, как мы видим, камера уже анимируется. Ну, а также, смотрите, если я нажму на эти ключи, то у нас появится анимейшн. То есть, я могу тут перетаскивать ключи мои у анимации камеры. И, смотрите, перетаскиваю анимации, и они у меня в таймлайне перетаскиваются. Так, я их примерно на 5.30 поставлю, начальные ключи. Ну, и как-то так. Ну, и, в общем-то, если вам удобно по отдельности все анимировать, то вы можете просто-напросто переходить в анимацию. Как раз таки, если у вас добавлен анимейшн трек. А также, смотрите, что мы можем сделать. Если вам неудобно считать все по кадрам, то вы можете все тут сделать в секундах, в принципе. Таким образом, у вас все будет показываться в секундах. Ну, и также можете настроить тут фреймрейт. У меня он 60 фитпс. В принципе, тут можно не менять. Ну, а дальше научимся применять наши катсцены. А именно, входить в какой-нибудь триггер, и потом воспроизводить эту анимацию. Ну, и давайте добавим тут бокс коллайдер где-нибудь. Еще надо понять, где у нас игрок вообще находится. Игрок у нас находится вот в этих вот координатах. Сейчас ему подвинем бокс коллайдер. Отредактируем его. И он, естественно, у нас будет триггером, потому что нам надо через него проходить. Ну, и интро-синклассы мы, в принципе, не портнуемся, поэтому можем ее ударить. Ну, и, кстати, зря я создал пустой объект, потому что лучше бы я сейчас на интро-сиквенс это все закинул бы. Поэтому извиняюсь. И сейчас просто подвинем к игроку, и опять отредактируем. Также нажимаем из триггеров. Ну, и добавляем еще и джет-бадди. Нажимаем тут галочку из кинематик. Из кинематик вот что у нас делает. Контролирует, есть ли физические аффекты на rigidbody. То есть физическое воздействие на rigidbody. Если мы нажали из кинематик, значит физических воздействий не будет. У игрока еще должен быть капсул коллайдер с триггером. И вообще должен быть обычная капсул коллайдер, но у него есть новмэш-эйджент. Надо тебе еще настроить капсул коллайдер, повыше сделать. Ну, и, в принципе, можно убрать и все галочку из триггера, так как, еще раз говорю, у нас есть новмэш-эджент, и у него, в принципе, свой коллайдер тоже есть. Теперь давайте зайдем в папку со скриптами. Тут надо создать папку синематикс. Ну, давайте создадим наш первый синематик триггер. Итак, старт и апдейт я убираю, ненужные библиотеки тоже убираю. И еще задаю namespace, то есть пространство имен. Вам это не обязательно делать, но я лично делаю. Пространство имен у нас будет как название пути к файлу, точнее к папке. И сюда закидываем класс. Через арт и стрелочки. Потом tab. И здесь мы будем использовать библиотеку Unity Engine Playables, потому что нам и надо использовать плейбл директора. Нам нужно тут получить плейбл директора, и просто-напросто нажать play. Ну и давайте сейчас завести, что за плейбл директор такой. У меня он находится на синематикс. Я его уберу с синематикса, потому что это у меня радиовский объект, и плейбл директор просто-напросто тут не нужен. Мне нужно его закинуть на интро-секвенс, он уже тут есть, поэтому все нормально. Ну и что он делает? Он режиссирует таймлайн, то есть он просто-напросто воспроизводит то, что мы создали сейчас. Таким образом, если мы создадим еще один таймлайн, то мы можем просто-напросто сюда его закинуть, и потом он при помощи плейбл директора будет воспроизводиться. Ну а сейчас у нас он воспроизводится при эваке. Нам этого не надо, и чтобы у нас воспринимался наш триггер, нам нужно на интро-секвенс сделать свой игнор-рейкаст, так как если мы это не сделаем, то у нас рейкаст не будет игнорировать наш бокс коллайдер, и, следовательно, мы вообще даже пройти через него не сможем, если это триггер. Ну и все, что нам требуется, это просто синематик триггер теперь закинуть на интер-секвенс. Ну давайте сделаем еще проверку, что у нас игрок уже зашел, ну и проверим, что он не затриггерился, и проверим, что у него тег-плеер. Ну и потом уже после чего плейбл директор срабатывает. И за уроди триггер равен фу. Итак, смотрим, что у игрока тег-плеер. Ну и теперь попробуем пройти через коллайдер, и у нас воспроизводится анимация, и нас бьют. Вот это вот неприятно, что нас бьют во время того, как анимация воспроизводится. И неприятно, что вообще у нас игра работает во время того, как анимация воспроизводится, поэтому это надо будет решить. А так я вообще разнес... Почти разнесся. Но эти баги мы будем фиксить уже в следующей серии, поэтому чтобы не пропустить, подписываем себя на канал, ставим на колокольчик, ставим лайки и пишем в комментариях, чего дальше хотим. Также заходите в Телеграм, Дискорд, можете поддержать меня на бусте, где уходит эксклюзивный контент, и до скорого.